Добрый вечер! Время подвести итоги этого дня. В студии Анна Москаленко вот главное. Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае. Из-за непогоды в регионе перевернулся рейсовый автобус. Собака загрызла хозяйку в Барнаурском поселке Пригородный. Наша съемочная группа побывала на месте происшествия. Я видел, что милиция была. Но они гуляют же с собакой. И я говорю, какая большая собака. А хозяин говорит, так она добрая. Почти 760 тысяч звонков приняли в прошлом году операторы системы 112. Новогодние праздники, обращений за смену было больше обычного. По 3000 в сутки. Служба 112 – это служба экстренных вызовов. Экстренных вызовов еще раз подчеркиваю. А не просто позвонить и поговорить. В первые дни Нового года из-за резкой смены погоды и отсутствия видимости на дорогах Алтайского края вводили ограничения для всех видов транспорта. Ситуацию на трассах сегодня обсудили на оперативном совещании в правительстве региона. Перекрывалось 5 участков дорог регионального значения и перекрывалась автомобильная дорога федерального значения А322, на которой, к слову, было 2 смертельных ДТП 2-го числа. Ограничение в движении обусловлено было прежде всего крайне плохими условиями видимости. Речь даже не шла о том, что автомобильные дороги не были проездными. Речь шла именно о безопасности дорожного движения, ввиду того, что видимость, по сути, отсутствовала. Диспетчерские и дорожные службы работали в круглосуточном режиме. Ежедневно было задействовано более 400 единиц техники. Наиболее неблагоприятные дни – более 600. Сейчас движение по всем дорогам Алтайского края полностью восстановлено. Сильный ветер и гололедится стали причиной ДТП в Панкрушихинском районе. Рейсовый автобус сошел с трассы и перевернулся. Авария произошла сегодня в 5 часов утра. В машине находилось 54 человека. Пятерым из них понадобилась медицинская помощь. Об этом нам рассказали в региональном управлении ГИБДД. Авария случилась на 174-м километре автодороги Крутиха-Панкрушиха-Хабары-Славгород, граница с Республикой Казахстан. Автобус следовал по маршруту Караганда-Новосибирск. На место незамедлительно прибыл наряд дорожно-патрульной службы. Прокуратура Панкрушихинского района проводит проверку по факту ДТП. По предварительным данным установлено, что водитель мужчины 58-го года рождения управляет автобусом «Детонг» и справа с управлением допустил опокидывание. В результате данного ДТП разно получилась девушка 2004-го года рождения. Госпитализация не потребовалась. В Краевом управлении ГИБДД отмечают, дорожно-патрульная служба работает в усиленном режиме по всему краю. Автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, если это необходимо, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Передвигаться по улицам города небезопасно. Виной этому погодные условия. Из-за резких перепадов температуры на фасадах здания образуются наледи. Сосульки падают с крыш домов на головы прохожих. Жители Краевой столицы обсуждают один из таких случаев, произошедший на улице Петросухова. Барнаульцы пострадали после исхода снега и сосулек с крыш многоквартирных домов. К примеру, здесь, по адресу Петросухова, 77, на женщину упал снег со льдом, и она теперь находится в больнице. Трагедия случилась в 7.30 утра. Жительница Краевого центра проходила вдоль трехэтажного дома. Однако так и не дошла, куда планировала. И такие случаи не единичны. Причины – наледи на фасадах зданий, которые образуются из-за перепада температуры. Снег на крышах домов начинает таять, а с приходом морозов образуются сосульки. Сбивать надо, жилу надо. А как же мы? Мы же не полезем туда. Жилу должны за этим смотреть, следить. Конечно, может упасть и убить. Это естественно. Страшно, боимся ходить. Во время съемок нашего телеканала в один из дворов краевой столицы приехали специалисты и убрали наледи. Куда же обращаться горожанам, если сосульки не сбивают с крыш домов? В городской администрации пояснили – работы должны выполнить управляющие компании. Если этого не случается, то барнаульцы могут обратиться за помощью в администрацию района. Контактные номера вы видите на экране. На особом контроле в администрациях районов Барнаула – организация управляющими компаниями уборки кровель жилых домов от снежных навесов и сосулек, дворовых территорий от снега. Управляющие организации обязаны своевременно убирать снег и наледь на кровлях, придомовой территории, козырьках, балконах и других конструкциях многоквартирных домов. Важно помнить – наледи образуются над водостоками. Эти места фасадов особенно опасны. Чтобы не испытывать судьбу, проходить необходимо на расстоянии 3-4 метров от здания. Дарья Коншина, Антон Геноткин. Новости. Почти 760 тысяч звонков приняли в прошлом году операторы системы 112. Новогодние праздники. Обращений за смену было больше обычного – по 3 тысячи в сутки. Как действует единый номер вызова экстренных служб? Как скоро операторы обрабатывают? Звонки в сюжете Алины Пенигиной. На улице изменилась погода. Гололед, трасса за городом скользкая. От этого участились обращения. Занесло, сошлись дороги. При этом есть пострадавшие. Куда позвонить, чтобы все экстренные службы приехали сразу? Можно набрать номер 112. И скорая, полиция, спасатели МЧС прибудут вовремя и одновременно. Если в этом есть необходимость. Операторы системы 112 направят карточки вызова. Украли деньги, паспорт, да? Фамилия его. Главное при вызове 112 четко назвать адрес. Чем точнее, тем лучше. Населенный пункт, улицу, дом, подъезд, этаж, номер квартиры. Чтобы специалисты не тратили время, которого может и не быть, на поиски вашего местоположения. У человека самое сложное, что случилось. Иногда люди просто не знают, что им нужно. Говорят, ну, нужно нам МЧС и все. У них МЧС все решает. Ну, а на самом деле получается, что там, например, нужна какая-нибудь служба ЖКХ или электрики, или скорая. Или, например, хотят вызвать полицию, а человек лежит на земле. Мы вызываем скорую. 12 операторов в смене принимают звонки. Они работают по 24 часа, так как номер 112 круглосуточный. Принимать решение о вызове той или иной службы иногда приходится сообща. Помогает начальник дежурной смены. Людмила Резаева работает с системой 112 с самого ее основания. Уже больше шести лет. До этого женщина больше 20 лет прослужила в МЧС, в Центре управления в кризисных ситуациях. Признается, в 112 все гораздо сложнее. На обработку вызова есть всего 75 секунд. За это время специалист должен направить помощь. Люди набирают 112, но они ждут от нас помощи. Поэтому мы повышаем свою квалификацию. Александр Иванович уже сказал, что нужно, во-первых, оператор службы 112, прежде всего, должен быть очень стрессоустойчивым. Потому что население, когда набирает 112, они бывают в очень неадекватном, так сказать, состоянии. Ну, дом горит, человек умирает. Поэтому задача оператора 112 еще и привести, скажем так, в чувство на расстоянии человека. Операторы системы отметили, к сожалению, много ложных вызовов. В прошлом году было больше 350 тысяч. А это почти половина от всех обращений. Человек, оператор тот, который принимает вызов, его задача – выслушать заявителя, оценить ситуацию и задействовать все необходимые службы, в данном случае, которые требуются. Служба 112 – это служба экстренных вызовов. Экстренных вызовов, еще раз подчеркиваю. А не просто позвонить и поговорить. В это время, когда вы звоните просто поговорить, необходима помощь другим людям. Поэтому мы должны об этом помнить. Единый номер вызова экстренных служб 112 работает регламентированно по распоряжению правительства Алтайского края с 2021 года. Отмечу, операторы принимают обращения не только в Барнауле, но и во всех городах и районах региона. Алина Пенигина, Денис Кузьменко. Новости. Стали известны новые подробности дела об убийстве жительницы Барнаула. Ранее в социальных сетях писали, что 5 января 38-летняя женщина ушла на работу и пропала без вести. Тело обнаружили три дня спустя. По данным Следственного комитета, к убийству причастен бывший муж. Он задушил женщину, а тело спрятал на крыше жилого дома. Эта лестница ведет на крышу, где обнаружили тело 38-летней жительницы Барнаула. Ее задушил бывший муж. Вот, кстати, дверь, которая ведет на ту самую крышу. Сейчас она закрыта на замок, но в тот день все было иначе. У бывшего супруга имелись ключи. По данным Следствия, в ночь с 4 на 5 января бывшие супруги, которые все еще жили вместе, поссорились из-за квартирного вопроса. Мужчина задушил бывшую жену, а тело спрятал на крыше многоэтажного дома, присыпав снегом. По словам соседей, конфликты в этой семье были часто. В следственном отделе по Ленинскому району возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса «Умышленное убийство». По подозрению в совершении особо тяжкого преступления, задержан 37-летний мужчина, являющийся бывшим супругом потерпевшей. Сейчас в Следственном комитете готовят ходатайство об избрании мужчине меры пресечения. Добавлю, за умышленное убийство предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет. Елена Самарина, Анатолий Фукс, Новости. Собака спокойная и совсем не злая. Так, соседи известного бронарского уролога, который загрызла собственная собака, вспоминают, как о животном отзывались хозяева. Мы выяснили, что могло стать причиной трагедии. Поселок Пригородный, улица Боровая. Сейчас здесь тихо, спокойно и ничто не предвещает беды. Однако вечером 6 января здесь произошла страшная трагедия. Собака породы Алабай насмерть загрызла собственную хозяйку. Я видел, что у милиции была. Вот, ну они гуляют же с собакой. И я говорю, какая большая собака. А хозяин говорит, так она добрая. Типа, блин. Я думаю, ну-ну, Алабай, добрая. Собаку видел, собака всегда ходила спокойная, красивая, собака большая. Собака то ли оторвалась, то ли откуда-то прибежала, женщину загрызла и все. Еще практически слышал, мне мама сказала, что будь осторожнее и все. Выяснилось, что погибшая известная в Барнауле врач-уролог-андролог Ярослава Яковец. Пациенты в социальных сетях пишут, Ярослава Валерьевна была хорошим специалистом и никогда не оставляла в беде. Это ужасная утрата для нашей семьи. Ярослава Валерьевна, врач с большой буквы, поставила на ноги моего ребенка одним взмахом руки. Низкий поклон, светлая память. Среднеазиатская овчарка или Алабай – порода сторожевая. Изначально ее выводили для охраны скота. Сейчас используют в работе специальных ведомств и охраны объектов. Однако эта собака очень уравновешенная. Не сказать, что это злобная, какая-то истеричная. Тип высшей нервной деятельности – санклиник. То есть собака достаточно легко управляется. Не психическая, не будет лишней возбудимости какой-то нет. Немотивированной агрессии собак никогда не бывает. Любая агрессия собак по отношению к человеку или к владельцу, она детерминирована, например, гормональным фоном. В определенные физиологические периоды запах, исходящий от женщины-владельца, или обнаруженный ею запах течкующей суки, которая, может быть, несколько часов назад, пробегая здесь, оставила вот эти альфакторные метки, может спровоцировать собаку, чаще всего кобелей, на немотивированную агрессию. Редакция телеканала «Катунь-24» выражает соболезнования родственникам погибшей. Прощание с Ярославой Валерьевной Яковец пройдет 10 января в церкви Иоанна Богослова по адресу Шумакова, 25А, с 10 до 12 часов. Елена Самарина, Анатолий Фукс. Новости. На путепроводе в районе Нового рынка укрепляют грунт. Для этого в землю заливают бетон. В начале года рабочие уже проверили первые участки работ. За новогодние каникулы мы завершили испытание первой буронабивной сваи в четвертой опоре после укрепления грунтов. Получили результат соответствующий. У нас осадка свая при нагрузке 200 тонн дала полтора миллиметра, при допуске 4 сантиметра. То есть, соответственно, инъектирование грунта, тот вид работы пунктины, который у нас появился, который мы говорили, он свой результат дал. То есть, свая нагрузку держит. Несмотря на небольшой, простой, график сдачи объекта не будет нарушен, сообщают подрядчики. Напомню, сдать мост в пользование планируют в конце ноября этого года. Жительница Бурнаула Олеся Юшкова завоевала главный приз Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Жюри покорил ее набор деревянных значков в виде летучей мыши – символа Тегерекского заповедника. О новых проектах победительницы расскажем в нашем сюжете. В землянике содержится в три раза больше витамина С, чем в лимоне. Цветочные почки черной смородины могут вынести морозы до минус 50 градусов. Молодые листья визалистного лобазника пахнут огурцом. Эти и другие факты о растениях, произрастающих в Алтайском крае, можно найти в настенном календаре «Наши душистые травы». Это проект сотрудников Тегерекского заповедника и Национального парка «Салаир». Автором всех иллюстраций стала Олеся Юшкова. Вначале я хотела сделать это с сухой пастелью, все рисунки. Но одна работа у меня была готова, но потом я от нее отказалась. Почему? Потому что мне захотелось сделать более нежно. А для этой техники подходит больше акварель. В прошлом году сотрудники Тегерекского заповедника и Национального парка «Салаир» рассказывали в социальных сетях о душистых травах, растущих на этих охраняемых территориях. Результаты исследований они решили опубликовать в календаре. Для этого отобрали 12 самых интересных трав. Все они могут быть полезными для человека, служить специями или основой для напитка. Некоторые факты о наших растениях стали открытием даже для Алексея Эбеля, который подготовил все описания. Я бы предложил всем почитать про курильский чай, почему он так называется. Пришлось достаточно много порыться и, собственно говоря, нигде мы не смогли найти изначально информацию. То есть в интернете такой информации не было, почему он так называется. И пришлось лезть в источники 18 века. Это пошло не от географического названия Курильских островов, а от народа Курилы, которые там живут, и которые чаю употребляли. Созданию рисунков предшествовала большая подготовительная работа. Олеся читала научные источники, чтобы понять, на каких особенностях растений нужно сделать акцент. Когда изображаешь растение, неважно, какой это биологический объект, ты можешь показать какие-то нюансы, какие-то особенности, которые, возможно, не всегда на фотографии просто видны. Из-за ракурса, из-за четкости, из-за еще чего-то. Поэтому это несомненный плюс рисунка. В серию сувениров с душистыми травами входят также блокноты, наборы стикеров и наборы магнитных книжных закладок. Да и самим календарем можно будет пользоваться больше года. После того, как вы его использовали, год прошел, вы можете его не выбрасывать и не хранить просто как вот он в виде календаря. Вы берете и вырезаете по контуру, и у вас получится набор открыток с текстом о каждой душистой травке. В декабре работы Олеси получили достойную оценку жюри Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Девушка завоевала два первых места и главный приз конкурса – за настольную игру «Рукокрылы». Она посвящена летучим мышам России и Алтайского края. Сейчас Олеся работает над новым природоохранным проектом. Юлия Шламова, Анатолий Фукс, Новости. На сегодня это все. Спасибо, что были с нами. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok